Космический компас В них любой космический аппарат, автоматический или пилотируемый, был бы слепым Как говорила Терешкова в свое время, взлететь-то мы взлетим А вот посадит ли нас Борис Викторович или нет, понимаете, потому что это его работа была Первый пилотируемый корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту управлялся автоматикой Однако Раушенбах считал, космонавт не пассажир Если техника подведет, он должен уметь взять управление на себя Самый главный и трудный режим – это посадка Значит, надо соритировать корабль, включить тормозный двигатель И только после этого корабль сойдет с орбиты Опасения подтвердились в 1965 году Экипажу Павла Беляева и Алексея Леонова для того, чтобы вернуться на Землю, пришлось взяться за штурвал Когда время пришло включать двигатель, я спрашиваю Пашу, я не видел, Земля как так или так То есть, основной вопрос, правильно сориентирован корабль, на разгон или на торможение, Паши показ, Земля вот так идет Многие приборы звездной навигации сегодня музейные экспонаты Так, например, выглядел прадедушка современного звездного датчика Он крепился внутри космического корабля, и космонавт ориентировался буквально на глазок Вот сюда вставлялась картинка, на которой нарисованы звезды А здесь находилось зеркало, ну, призма С одной стороны попадало сюда звездное небо снаружи А с другой стороны проектировалась на это звездное небо вот та картинка, которая нарисована на сетке Устройство, напоминающее солнечные часы, знаменитая палочка Раушенбаха Так в шутку называли теневой индикатор Прообраз современного солнечного датчика Космонавт, глядя через иллюминатор, наблюдал вот этот экран И на экране он видел тень от этой палочки Его задача была развернуть корабль так, чтобы тень от палочки превратилась в точку По принципу палочки Раушенбаха создали и мишень для стыковки космических кораблей Чтобы можно было наблюдать, с какой стороны мы находимся по отношению к вот этому объемному изображению И управлять кораблем так, чтобы во время стыковки передний крест проектировался точно на подложку мишени Есть механический доклад Космический корабль «Союз-Таймайям» успешно состыковался с Международной космической станцией Благодаря прибору, созданному академиком Раушенбахом Впервые в истории мировой космонавтики была проведена удачная ручная стыковка двух кораблей В 1969 году «Союз-4» и «Союз-5» встретились на орбите Принципы Раушенбаха до сих пор востребованы в космической навигации Принципы Раушенбаха до сих пор